С войны ленточной. Работники начали бурение. Кашка взяла нивелир и начали... Нам привезли арматуру для ленты. Это лягушка. Была опалубка, бетонный насос и бетонные мешалки. Процесс продвигался и дорога после всей... Нигде не выдавила. Фу-та-блин! Всем привет! Сегодняшний наш выпуск будет про фундамент. Это самая сложная часть нашей стройки, потому что это самое начало, и мы начали сталкиваться с очень сложными задачами, которые мы ранее даже не знали, как их решить. Первое, это, конечно же, гора, потому что не каждая техника сюда проедет, и нам приходилось уже договариваться, выбирать ту, которая легковесная, которая смогла бы забраться в наш уклон. И вторая проблема еще была в том, что через две недели необходимо уже было начать укладывать клееный брус, и у нас уже было по договору то, что приедет уже суп. И так как была погода очень плохая, нам необходимо было делать все в короткие сроки. Столько задач, столько проблем, и все их необходимо было решать на месте. Это все было сложно, мы новички, мы ни у кого не спрашивали ничего, делали все сами, и в какой-то момент было довольно сложно. Но потом все постепенно, этапами, этапами, но мы справились и залили его вовремя. Ну что, давайте смотреть? Поехали! Самой главной ошибкой, которую мы допустили в начале строительства, было то, что мы не забетонировали подъездную дорогу к участку, хотя все нам советовали сделать это первым этапом. У нас СНТ и расходы на строительство дороги ложатся на собственников участка, но у нас было ограничено время до приезда срубы дома, и мы решили потратить его на фундамент. Каждый последующий этап строительства, связанный с тяжелой техникой, будет всплывать в проблемы, не сделанного вовремя дороги. Фундамент мы решили делать свайно-ленточный. Для этого на первый этап вызвали специальную технику для бурения ям под сваи, и тут же впервые мы столкнулись с нашей основной проблемой. Все запчасти для буровой установки водитель-доставщик выгрузил далеко от участка. Их вес составлял несколько тонн, и рабочие долго решали, каким образом их можно доставить к участку. Определились, что это будет делать экскаватор, захватывая по одной единице и перевозя к участку. На этом этапе было потеряно полдня. Солнечных дней ожидалось немного, но нам необходимо было успеть, потому что через две недели должны были привезти сруб нашего дома, и мы не могли терять ни одного солнечного дня. Когда все составляющие буровой установки были перевезены, работники начали бурение. Геологическое исследование нашего участка свидетельствовало о том, что слои аргелита залегают очень высоко, и нам необходимо всего лишь при бурении дойти до этого слоя и прибуриться на метр в него. Этого будет достаточно для прочности и устойчивости будущего фундамента. В результате глубина свай оказалась от 4 до 6 метров. Общее количество свай – 10. Для будущего дома размером 12 на 6 метров. На следующий день привезли арматуру для свай. Аркашка вызвал несколько бетонномешалок заливать уже, и бетонный насос, который приехал, увидел, что здесь творится, и остановился в 50 метрах выше участка, потому что просто не смог проехать. Он раскинул свои рукава, и они начали пускать бетон по вот этой всей системе. И так как водитель оказался новичок и неопытный, он, оказывается, не пролил всю систему специальным бетонным молочком. И она моментально забилась от вот этой вот бетонной смеси, которая была в бетонномешалках. И здесь процесс полностью встал. Приехало уже три бетонномешалки, которые были заказаны на определенное время, с учетом, что не будет никаких проблем. Бетонномешалки просто стояли и ждали. В какой-то момент они поняли, что ничего не происходит, ничего не получается. Они начали водителям помогать нам, не нам, а мужу и рабочим, вот эту всю систему очистить. Они разбирали ее, промывали. Потеряли на этом целый день. Аркашка по уши в бетоне вспоминает этот день как самый кошмарный день этой стройки. И в результате глубокой ночью уже под фонариками они заливали эти сваи, залили, но все-таки они правда красавчики. Они сделали этот день. После этого, когда все застыло, через два дня Аркашка взяла мивелир и начали уже выставлять границы будущей ленты по уровню и специальными инструментами. Следующим этапом нам привезли арматуру для ленты. Эти металлические конструкции специально изготавливали под размер, который просчитал Аркашка. Взяв разнорабочих, муж начал установку арматурных конструкций в границе будущей ленты. Следующим этапом привезли фанеры и доски для будущей опалубки. Изначально мы искали фанеру на Авито уже в бывшую в употреблении. Так вышло бы дешевле, но ничего подходящего не нашлось и мы вынуждены были купить новую. После всех проведенных работ мы продали ее за полцены, тем самым немного уменьшив итоговую стоимость фундамента. Кстати, о стоимости чуть позже я смонтирую отдельный выпуск с ценами и итоговой стоимостью всех этапов нашей стройки. Вот этот прибор называется лягушка. Называем лягушки. Вот так называется лягушка. Вот так выглядела опалубка на втором этапе изготовления нашего свайно-ленточного фундамента. На следующий день мы заказали бетонный насос и бетонные мешалки. Здесь опять не обошлось без трудностей из-за отсутствия нормального подъезда к участку. Муж нашел бетонный насос вездеход, потому что никто больше не соглашался ехать к нам. Бетонные мешалки как-то худо-бедно выкарабкивались в гору, вытаскивая друг друга на буксир. Тем не менее, процесс продвигался и ребята заливали нашу ленту. Вот так выглядела наша дорога после всей проезжающей здесь техники в те дни. Мы засыпали ее щебенкой. Бетон фундамент здесь залил, бетон на месте. Нигде не выдавила. Самое главное. Вроде все ровно. Дальше. Ровно и наружные стены. Фундамент залит. Оставляем его высыхать и через неделю снимаем опалубку. Все. Фундамент готов. И на время мы закончим с бетонно-грязными работами. В следующей серии мы покажем, как Аркашка возводил дом с рабочими из клееного бруса. Оставайтесь с нами. Вдохновляйте и вдохновляйтесь. Меняйте мир и пространство вокруг себя в лучшую сторону. Пока-пока. Фу-то, блин. Ну, я думала, с первого раза получится. Все. Фундамент готов. Я забыла слова. Уйди, ты меня всмущаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok